Горячая линия 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 в Украине в целом за год на пожарах гибнет порядка 2000 человек. Для примера, в 2016 году на пожарах погибло 1872 человека. Это достаточно серьезная цифра, как вы видите. Ее не нужно сравнивать с дорожно-транспортными происшествиями, с событиями на Донбассе, с другими какими-то моментами. Ее просто нужно знать и понимать. В нашей области ежегодно гибнет порядка 60 человек. Если быть точнее, в прошлом году на пожарах погибло 58 человек. В этом году уже на пожарах погибло 30 человек. Произошло таких пожаров 625. Половина случаев приходится на пожары в жилье. Особенно этому сопутствует осенне-зимний период, где люди используют электроотопительные приборы, печное отопление. Половина пожаров приходится на открытую территорию. И примерно 10% от общего количества это пожары на объектах и пожары на транспорте. Там могут и целых так само. Прежде всего идет у нас сейчас ролик по городу. Я хотел бы дать несколько комментариев по ним. Прежде всего мы должны понимать, что квартира при сегодняшней пожарной загрузке выгорает за 7 минут. Это исследовали в научно-сельском институте пожарной безопасности в свое время. И часто об этом говорили во всех эфирах, в агитационных роликах по теме предупреждения пожаров. За 7 минут от начала возгорания? От начала возгорания за 7 минут вся примерно двухкомнатная квартира порядка 60 метров квадратных находится в огне. Естественно, если есть доступ кислорода, так как мы понимаем, что для горения нужен источник зажигания, горючая нагрузка, а также кислород. Поэтому по жилью на сегодняшний день, особенно за зимний период, у нас больше всего проблем. И проблемы у нас происходят, если по городу силы пожарно-спасательные прибывают достаточно быстро, так как в городе дислоцируется 6 подразделений, 5 из них по городу и один по охране объекта, то есть проблемы другого плана. Например, увеличение количества транспорта. Расстановка этих транспортных средств вдоль домов, особенно в ночное время, затрудняет подъезд пожарных автомобилей. Установку этих автомобилей, ну и соответственно, или до подъезда сразу рукавная линия разматывается, или нужно дополнительно еще наращивать 2-3 рукава. Это первый вопрос. А второй вопрос, такие спецавтомобили, как автолестница, которая в обязательном порядке выезжает на пожары 3-го этажа, допустим, и выше в городе касательно. То есть, если стоит транспортное средство, то мы в принципе подъехать не можем. И ищем другие пути по оперативному тушению, преступлению к оперативному тушению. Я, извините, что перебиваю, просто подумывалось так. Я сам неоднократно был свидетелем, когда из-за неправильно поставленной машины припаркованной трамвай не может проехать по Николаеву. И снаружи смотрел, и изнутри. Терпеливо, как правило, ждут. Иногда, правда, люди просто берут, относят куда-нибудь в сторону, когда нет терпения. В вашем случае вы не имеете права подвинуть? Мы имеем право подвинуть, оттянуть. Но, как правило, потом необходимо будет разбираться с собственниками этого транспорта. Могут суд подать. Если мы его... Наверное, каждый из нас видел когда-то американский фильм, где припаркованный автомобиль возле пожарного гидранта. Тут при пожаре ребята разбивают два окна, прокладывают через автомобиль принципиально пожарную линию, и они правы, и собственник им слова не скажет. Ну, у нас ситуация пока еще не такова, хотя к этим вопросам на моей памяти я не помню, чтобы мы прибегали. Всегда стараемся, если уже серьезная ситуация, то этот автомобиль оттащить. Если он установлен на люки пожарного гидранта, мы же тоже не можем встать на водоем. А каждый должен понимать, что тушение с одного автомобиля по времени буквально хватает на 7 минут, если не становиться на водоисточник. То есть 7 минут и воды в пожарном автомобиле нет. Те же 7 минут, за которые квартира может полностью сборить. По сути, да. Только тушить, как правило, начинают, когда она уже охвачена пламенем. Еще по этому, наверное, самому распространенному фактору пожары именно в квартирах, статистически понятно, что чаще они, вероятно, в городах. Да, такие пожары происходят. Да. Ну, так как население больше всего, мы понимаем, проживает в городской зоне, то пожаров... Да, общие. Цифры, но, тем не менее, наверное, в городах все-таки реже, чем в селах, в районах используют печное отопление, какие-то специальные приспособления для обогрева. На сегодняшний день есть такая тенденция, но и мы сами все понимаем. Если в городе, я уже назвал, город Николаев, например, по большому счету радиус выезда пожарного автомобиля в пределах нормы, норма на сегодняшний день, чтобы вы понимали, является 10 километров или 20 минут следования, то районы сельской местности от этого сильно страдают. У нас ежегодно растет количество пожаров именно в районах сельской местности. В этом году их рост составляет уже 75%. В прошлом году этот рост составлял порядка 35% и в предыдущих еще меньше. Это месяц к месяцу соответствующий, да? Соответственно, или за год, или месяц к месяцу. Соответственно, на сегодняшний день такие пожары, если по городу мы можем оперативно среагировать и сделать самое основное, для чего мы нужны, это спасти жизнь человека, то по большому счету в районах сельской местности, где место пожара находится на расстоянии больше 10 километров от дислокации пожарно-спасательных подразделений или подразделений местной пожарной охраны, то по сути шансы значительно уменьшаются. И поэтому вот только вот за прошлый год на таких пожарах погибло 9 человек и 38 зданий сооружений было уничтожено полностью. Ну, по сути, я уже говорил, то есть если есть возгорание, есть доступ к кислороду открыто, окно, допустим, или форточка открыта, то происходит полное сгорание того здания, на котором возник пожар. У нас есть возможность проиллюстрировать одно из подразделений местной пожарной охраны и немножко подробнее, насколько, ну, хватает ли таких подразделений, сколько их в области, где они... Значит, эта тема очень глобальна сегодня, не только в нашей области. Сейчас мы видим подразделения местной пожарной охраны село Первомайское Витовского района. Значит, таких подразделений местной пожарной охраны в области 30 из 77 расчетных по нашим расчетам. Из необходимых? Из необходимых, да. То есть, по большому счету, на сегодняшний день в рамках подготовки необходимости нами была инициирована выдача распоряжения облгосадминистрации номер 100Р, в котором мы показали, самое главное было указано, что и как нужно делать, и приложили к нему карту, которую могут все посмотреть, где радиусами указали, где есть подразделения государственной пожарно-спасательной службы, где есть подразделения местной пожарной охраны и какой у них радиус выезда. И отдельным цветом указали, где нужно еще создавать. И по большому счету, еще из 30 данных подразделений, 11 только лишь, финансируются за счет органов власти местного самоуправления, и мы их, ну, осуществляют дежурство в круглосуточном режиме, и мы на них надеемся, как на полноценных помощников. Другие такие же подразделения осуществляют дежурство в дневное время, созданы, как правило, на базе предприятий сельскохозяйственных, и финансируются по смешанному принципу органов местного самоуправления, допустим, да, сельский совет, и наполовину сельскохозяйственных предприятием. А на сегодняшний день эта тема очень актуальна стала, потому что в связи с децентрализацией власти образуются территориальные общины, объединенные, объединяются. И каждая такая община должна иметь подразделение пожарной охраны для реагирования и спасения людей, которые находятся на ее территории. Но это прописано во всех законодательных актах, начиная с Конституции Украины, где затронуты права на безопасность граждан. Ну и тут, наверное, еще стоит упомянуть, что мало того, что не так велик радиус действия этих подразделений, но еще и дороги по нашим районам оставляют желать весьма-весьма лучшего. Да, на сегодняшний день много было уделено уже внимания, и в прессе, в СМИ, во всевозможных интернет-изнаниях. Все знают, все видят, какие мы имеем, к сожалению, дороги. Но будем надеяться, что ситуация будет исправляться, и в это верите. Если мы говорим о пожарах в жилых помещениях, понятно, что банальные вещи, но все-таки какие-то основные принципы, о чем стоит напомнить нашим телезрителям, чего нельзя делать, чем быть максимально осторожными? По пожарам в жилье необходимо, опять-таки, обращаться к статистике, и мы поймем, с чего они происходят больше всего. Прежде всего, большинство случаев – это неосторожное обращение с огнем. Также актуальна тема нарушения правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и электроустановок. Это основная часть. То есть, исходя из этого, понятно, что вовремя делать ремонт планово-предупредительный, можно назвать по-другому, можно назвать каждый хозяин своего дома понимает, что это имеется в виду, нужно делать ремонт электроустановок, не пользоваться удлинителями, всевозможным оборудованием кустарного изготовления. Я не говорю уже про простые вопросы, которые связаны с электротехническими моментами. В зимний период актуальна у нас тема нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, в основном в районах сельской местности. И в этом году у нас уже было зафиксировано два случая детской шалости с огнем. Давно у нас такого не было, благодаря определенной работе всех вместе. Но вот в этом году уже зафиксировано два таких случая. А что это конкретнее? Буквально спички или спичкой игрались? И спички, и спичкой игрались. Ну, в основном это, когда детей оставляют без присмотра, детей такого возраста, которые еще особо не воспринимают вопросы предупреждения пожаров, но уже, допустим, могут играть спичками или к плите подходить, уголек какой-то заинтересовал кого-то и так далее. Ну, в основном это без присмотра. В любом случае все такие дети, даже при проведении любой работы с ними, должны находиться под постоянным присмотром взрослых. А курение можно ли выделить как отдельную причину? Можно. Можно выделить курение в постели. Эта причина тяжело устанавливаемая. Да, вот это отдельный вопрос. Да, но много фиксируется случаев, когда на месте пожара, происшествия, устанавливается тело потерпевшего, и, допустим, с площадью пожара метр или два, то есть мы понимаем, это вокруг, допустим, одеяла там или вокруг какого-то напольного покрытия, то есть явно видно, там даже источник понятен, яден. Как правило, такие случаи еще совместимы с злоупотреблением алкогольными напитками. Лето, в принципе, уже не за горами. Да, весна фактически уже настоящая наступила. В летний период, ну и, в принципе, сейчас, когда подсохнет после дождей, может быть, будет какой-то определенный период солнечный. Основные факторы, основные ваши заботы. Причины возникновения пожара? У нас лето, можно сказать, уже начинается. Мы видим это, опять-таки, по своей сводке ежедневной. У нас уже фиксируется, вот эта неделя нет. А в предыдущей неделе, когда было до 18 градусов тепла, у нас фиксировалось за сутки по 20 пожаров в области. В летние жаркие периоды такое количество достигает 50. Объявляются различные классы пожарной опасности. Самый высокий – пятый класс. Но в последнее время климат у нас такой в нашей области, что этот пятый класс пожарной опасности сохраняется практически все 92 летних дня. И начинается далеко не летом, а еще в мою месяц, и не заканчивается, условно говоря, в сентябре. Такие пожары, мы их называем пожары в экосистемах, пожары на открытых территориях, они сами по себе прямой угрозы жизнью и здоровью людей не несут. В основном в своих случаях и не несут материальных убытков значительных. Мы можем как раз один такой пожар еще показать, да, на открытой территории, степь, леса, фактически лесного пожара. Но каждый такой пожар несет косвенный убыток, который составляет 19 400 гривен при выезде пожарного автомобиля, на сегодняшний день зафиксировано, в нашей области установлено. Также это невозвратные потери экологические, и большой экологический ущерб здесь возможен. Ну а если еще и поля? Если поля, наша область не очень богата на лесное хозяйство, мы это знаем, ну по сравнению с областями западной Украины. Если такие пожары у нас... Да, да, и восточные. И если такие у нас пожары происходят, то мы теряем на долгие годы легкие наши области, можно так сказать. Кроме этого, много таких пожаров происходит на несанкционированных полигонах, в твердых бытовых отходах, которых практически в каждом районе по несколько есть. Славки, что понятно. Да, славки. В каждых районах есть по несколько. И когда не обязательно, что их поджигают, или, допустим, окурок незатушенный, это возможно и при высоких температурах, при попадании, например, на стекло темного цвета, тоже может возникнуть. Естественно, линза может образоваться. Да, образоваться линза. И потом, когда наши подразделения выезжают, например, на такие пожары, они практически не тушатся. То есть их нужно пересыпать глино-песчаной смесью и с помощью трактора, другой приспособленной техники. Вот только таким образом. Ну и наши пожарные автомобили, я уже вначале говорил, это 7 минут без воды. То есть вылил воду, уехал на водоисточник. Вылил воду, уехал на водоисточник. Плюс рукавную линию не везде проложишь, потому что ты не знаешь, в какую сторону подует ветер и насколько будут повреждены те же самые рукава. Поэтому там в видео было показано, как мы уже приспособленным способом, так называемыми хлопушками большими, такие пожары тушат. И тут хотел бы еще обратить внимание на наш менталитет, нашего человека. Я глубоко убежден, что большинство людей у нас сознательных, воспитанных в данном отношении. Но есть такие случаи, когда вызывают пожарные подразделения на пожар 10 метров квадратных, например, луга, возле своего дома. Ну, со словами, вы же обязаны приехать. Мы действительно обязаны приехать. Но если это в районе сельской местности, где на дежурстве находится одно отделение, и оно уезжает за 20 или 30 километров, чтобы потушить 10-20 квадратов сухой травы, что может сделать один здоровый мужчина в течение 10-20 минут, то, конечно, я хотел бы всех призвать к тому, чтобы все подключались, понимали, что это не чье-то, а это наше. От луга, от растительности возле реки, что сейчас часто жгут камыши, до тех лесов, в которые мы ходим, и в которые еще должны ходить наши дети, внуки и правнуки. То есть, вы не встречали волки и волки тогда, когда не так они страшны на самом деле, или их вообще нет. Продолжая тему летних опасностей, ситуации на воде, правда, проблемы возникают не только летом, да? Вот в этой связи у нас есть еще один видеоролик, прокомментируйте его, потом ближе к лету, наверное, да? Да. Значит, это показано спасение рыбаков, у которых на Бугском лимане, у которых по техническим причинам вышел из строя плавсредство, и их уносило в лиман, скажем так, вглубь лимана, вызвана была наша служба, и данные люди были доставлены на берег. Никто не пострадал, от госпитализации отказались. Единственное, чего вы видите, не отказались от одеял, потому что действительно замерзли. И эта статистика у нас действительно печальная. Наверное, прежде всего, она связана с тем, я сейчас немножко остановлюсь, что в нашей области находится 123 крупных, средних и мелких рек. 1104 пруда, сталка так называемых. Ну и то есть наша водная акватория, только рек составляет 3600 километров. Поэтому вопрос... Вроде как и не степь. Да, да. И вопрос безопасности людей на воде становится очень актуальным. На сегодняшний день опасности такой подвергаются в основном рыбаки, поэтому по статистике у нас, как правило, до апреля, до мая 2-3 погибших, как и в этом году. С мая месяца, когда начинаются майские праздники, когда начинают пробовать воду купальщики, количество погибших на воде у нас растет и составляет в области от 30 до 40 человек ежегодно. Опять-таки по статистике больше все-таки тонут или проблем возникает на реках или летом морское побережье? Больше всего у нас проблем возникает в неустановленных для купания местах. Значит, проблем на отдыхе на море у нас как раз меньше всего, потому что там более-менее выполняются требования правил охраны жизни людей на водных объектах. Но начинать этот вопрос нужно уже сейчас, то есть до 1 апреля в соответствии с нормативно-правными актами Украины. Это постановление кабинета министра 264, те же правила, которые я назвал. В области у нас есть распоряжение соответствующее 108р. Органы местного самоуправления до первого числа должны определить места массы отдыха людей на водных объектах на каждой административно-территориальной единице. И после определения этих мест начинается работа с учреждениями, организациями, предприятиями, за кем эти места закреплены. В соответствии с Кодексом гражданской защиты, это основополагающий документ по линии безопасности, пожарной, техногенной, гражданской защиты. Служба, государственная служба по чрезвычайным ситуациям ведет контроль за соблюдением правил охраны жизни людей на водных объектах. И после определения органами местного самоуправления таких мест мы даем рекомендации собственникам или арендаторам этих пляжных зон по выполнению элементарных правил. Прежде всего, это очистка дна от сторонних предметов. Есть такой вопрос. Водолазная специальная служба, где должны на определенную глубину, метр семьдесят пять, на определенное расстояние от берега, промерить, составить карту глубин и убрать все сторонние предметы, которыми может повредиться человек. Это служба ваша или подчиненная органам местного самоуправления? Это служба, та служба, которая аттестована, это аварийно-спасательная служба. У нас есть такая служба. Может быть, это создана служба органам местного самоуправления, органам власти. Если она будет, соответственно, аттестована, будет иметь все документы, тогда они могут выполнять эти работы по договору. После проведения этих работ организовывают дежурство спасательного поста с момента начинания, начала сезона отдыха. То есть, это пост, который состоит из, как правило, трех человек, матрос-спасатель, он же руководитель поста, два пловца-спасателя, которые, соответственно, обучены, и инвентарем для спасения. По разным постам, они бывают, там, трех категорий, соответственно, разные, скажем так, средства спасения. Ну, плюс еще медработник в обязательном порядке. Также вот назначение этого поста это или фельдшер, или доктор. Если брать Николаев, насколько я помню, в последние годы или вообще не было ни одного, или иногда открывали стрелку, но тут вопрос еще и от санэпидстанции, потому что проблемы в воде, как правило, кровица не столько даже подготовленность или неподготовленность пляжей, а сколько невозможность в этой воде купаться. Да, ну вот город Николаев, вот нас больше всего беспокоит, это город Николаев на сегодняшний день. Это Черноморское побережье, потому что, я говорил, там статистика более-менее нормальная, но вместе с тем массовый отдых с каждым днем в связи с событиями 2014 года, другими событиями, массовый отдых увеличивается на Черноморском побережье, количество отдыхающих увеличивается с каждым годом. А до сих пор у нас не определены места массового отдыха людей на водных объектах, и мы не можем начать свою работу относительно рекомендаций. По городу Николаеву у нас ежегодно определялось два пляжа, это пляж Стрелка в Центральном районе и пляж Чайка в Корабельном районе, и определялись места отдыха людей возле воды. Ну, это как альтернатива, которая была. В этом году мы надеемся, что ее уже не будет, будут места определены соответственно, соответственно оборудованы. Об этом мы поднимали вопрос на заседании последней комиссии техногенно-экологических безопасностей и чрезвычайных ситуаций города Николаева. Ну, и так же само под другим районом. У нас на сегодняшний день только в двух районах и двух городах выполнена эта норма закона. Вы упомянули, максимум два пляжа официальные было открыто, хотя приходилось спасать, а иногда и констатировать уже, наверное, утопление и на Намыве частенько, насколько я понимаю, и в других районах. Чаще всего Намыв. Правильно вы говорите, больше всего нас беспокоит Намыв, потому что протяженность и место само по себе, и протяженность этой береговой линии значительно. Но официальных пляжей там никогда не было. Официальных пляжей там не было, там было место отдыха. И как альтернатива, опять-таки, с помощью органов власти, с помощью предпринимателей, которые осуществляли там свою деятельность, периодически работали спасательные посты за счет этих же предпринимателей. В проектах была постройка спасательной станции, она в проекте пока и остается, ну и не выполняется в соответствии, или вернее не в соответствии, а по понятным причинам это отсутствие финансирования. Спасибо. Ну, на такой немножко грустной ноте, но тем не менее, тема серьезная. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Дякую всем, кто был с нами. Памятайте, еще в первую очередь от вас залежит ваша безопасность и безопасность ваших близких. Бережитесь, побачим вас в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова